Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентр Сан-Гейтс начинает свою программу. Сегодня четверг, 20 октября, и в Чикаго 11 часов утра, 9 часов утра на западном побережье Калифорния, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, в Москве, в этот час 7 часов вечера, и, как всегда, по четвергам в это время у нас на связи Анастасия Хрущинская, хозяйка и ведущая программы, которая называется «Женская гостиная», и, как всегда, у неё гость, которую она сейчас представит сама. Настя, доброе утро. Доброе утро, Миша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо вам большое, как всегда, за прекрасное представление. Оно мне поднимает настроение и вызывает улыбку на моём лице. Очень мне всегда приятно. А я вас категорически приветствую в нашей программе, и садитесь поудобнее. У нас сегодня замечательная тема, и сегодня мы поговорим об арт-терапии. Что такое арт-терапия? Зачем нужно этим заниматься? Кому нужно этим заниматься? И, ну, в общем, раскроем, я надеюсь, максимально эту тему за ближайший час. И сегодня в гостях у меня Екатерина Куликова, бизнесмен, арт-терапевт и ведущая курса «12 волшебных квадратов». И как раз про этот курс мы, собственно, поговорим. И этот курс, он был разработан таким удивительным мастером и целителем из Казахстана Бахтенбеком Тулкенбаевым. Я прошу прощения, я долго училась произносить его имя, и надеюсь, я не сделала никаких ошибок. Кать, добрый вечер. У вас уже вечер, у нас ещё утро. Но, тем не менее, нам это не мешает общаться. И, во-первых, я благодарю вас, что вы пришли сегодня к нам на программу, присоединились к нам. И, Кать, вы с нами? Добрый вечер. Да, добрый день. Я слушаю телезамечательного радио, поскольку ваше радио, оно является действительно проводником в мир эзотерики, в мир творчества, в мир духовности и роста, и способствует только оздоровлению и улучшению нашего мира и человека в целом, то мне очень приятно. Для меня большая честь присутствовать здесь и приветствовать всех вас, и с огромной радостью я это делаю. Привет. Спасибо большое, мы тоже очень рады. И такая красивая Катя, я вот сейчас её вижу, вижу потрясающие картины, которые у неё на бэкграунде стоят, и это, конечно, я просто уже сразу вот хочу с места в карьер перейти, да, что такое арт-терапия, Катюш? Расскажите нам, пожалуйста, всё-таки вот пару слов, да, может быть, не все знакомы с этим понятием, да, кто-то знает, но, тем не менее, мы, как бы, наша задача, в первую очередь, просветительская, поэтому мы должны рассказать о методе в целом. Да, арт-терапия, она использует искусство как терапевтический фактор пробуждения творческой энергии. То есть, если говорить простым языком, она исцеляет через искусство. То есть, арт-терапия работает бессознательно, с бессознательным. А что такое бессознательное, как мы знаем, это вообще всё, что управляет нами. И, наверное, сейчас уже каждый человек знает, что он состоит из каких-то реакций, из, как бы сказать, непродуманных, может быть, иногда, бессознательных решений. И как раз арт-терапия работает с тем, что владеет человеком. А вообще, бессознательное — это что? Это творчество. То есть, творчество, само слово подразумевается под собой его ядро. Творчество — это творец. То есть, в нас, в каждом из нас живёт божественная искра творца, искра Создателя. И когда мы начинаем творить, то в нас оживает этот Создатель. И поэтому я убеждена, что арт-терапия — это самый эффективный способ психокоррекции. Потому что она работает именно с бессознательным, с тем, что управляет нами. А только ли психокоррекция? Катяш, я прошу прощения, я вас прерву. Потому что я прочитала много достаточно информации перед тем, как готовилась к передаче. И мне попалась такая фраза, что наиболее эффективна арт-терапия, самый яркий результат, она даёт, когда люди к ней прибегают в момент сильного стресса. Ну, допустим, я понимаю, конечно, в нашем мире мы живём, в принципе, все в стрессе. Особенно люди, которые живут в больших городах. Те, кто постоянно сталкиваются с влиянием толпы. Когда мы находимся постоянно в обществе в каком-то, мы живём в стрессе. Но, тем не менее, ну, скажем, есть же люди, у которых спокойны достаточно, им тоже показана арт-терапия. И кому нужна вообще эта психокоррекция? Нужна ли она? Да, совершенно верно, Анастасия. Как раз арт-терапия работает не только со стрессами, как вы сказали, да, не только служит для психокоррекции. Это, я бы сказала, самый безопасный, экологичный и красивый метод психокоррекции. Но самым ярким, пожалуй, побочным эффектом этой методики, этого вообще искусства, да, является пробуждение творческой энергии. То есть как раз этот творец, он просыпается в каждом из нас и начинает развиваться. Человек расширяет свободное художественное мышление. Он начинает проявлять себя как художник, потому что в каждом из нас действительно есть этот художник. И каждый из нас талант, безусловно, и неограниченно. Ограничили мы только сами себя, ну и с помощью, конечно, наших родителей, с помощью нашего социума, убеждения, установок. Но автор данного метода, Бахтубек Камбай, к которому я отношусь с огромным почтением и уважением, он уверен и убежден, что каждый из нас – это просто кладезь талантов. Каждый из нас пришел сюда, на эту землю, уже будучи творцом. И как раз пробуждая вот этот творческий потенциал в человеке, арт-терапия работает очень эффективно. А вы расскажете немножко про основоположник метода. Я про него тоже прочитала, что даже сложно сказать, кто он, целитель или художник. Хотя у него, безусловно, художественный бэкграунд существует. Он долгое время работал архитектором и дизайнером. То есть он профессиональный художник. В отличие от нас, простых людей, которые, может быть, иногда иной раз даже боятся взять что-то в руку, карандаш и сказать, ой, я же боюсь, я же не умею, мне не получится. Сразу такой страх возникает перед чистым листом бумаги особенно. Хотя я точно могу сказать, вот здесь у нас в Америке очень популярны сейчас такие классы, когда ты приходишь и рисуешь картину прямо на задную тему. Куда-то, в какое-то место, в приятной обстановке, как правило, какой-нибудь ресторанчик, да, там дают закуски легкие, ты находишься, ну, очень расслабленное такое занятие, очень приятное. И реально люди рисуют картины. Ну, картина, как правило, уже задана, то есть это не из подсознательного, безусловно. Но, тем не менее, я помню, что первый раз после посещения такого класса, на котором меня пригласили, это была вечеринка в честь дня рождения, и было ощущение полного счастья абсолютно. Потому что я никогда в жизни не рисовала красками, да, я никогда не рисовала. Ну, то есть я рисовала, конечно, ну, именно в сознательном взрослом возрасте, а тут вдруг раз, и я взяла, у меня картина. И я помню, что вот это вот ощущение восторга и счастья, оно было невероятно. Ну, про меня, ладно, а вот все-таки про автора метода, про Бахтамбека Толкамбаева. Откуда он его, как это вообще родилось у него? Наверняка, как его ученица, вы можете нам рассказать подробнее. Да, совершенно верно, Анастасия. Именно такой восторг и счастье возникает, когда мы творим свою жизнь своими руками. И как раз любимая фраза моего уважаемого учителя звучит так, что спасение утопающего — это дело рук самого утопающего, или мы творим жизнь своими руками, то есть вот как раз исцеляем себя своими руками, либо вдохновляем себя своими руками, да. И когда мы творим сами, мы действительно от этого становимся чуточку счастливее. И каждый из нас, человек, да, который, наверное, занимается либо рукоделием, либо чем-то таким, что его увлекает, но вообще любой творческий человек, он, когда он творит, он абсолютно счастлив. В этом как раз, наверное, красота и самая такая прекрасная черта этого метода. Ну, а сам мастер — это человек уникальный, не побоюсь этого слова, это гений, потому что, будучи художником и действительно закончив самые именитые институты художественные, еще тогда СССР, Бахтебе Комарович вдруг бросит все, то есть бросит карьеру, когда уже занимая должность начальника художественных мастерских, и, собственно, получая хорошую по тем временам зарплату, он уходит в горы и там получает знания, то есть изучая древние книги, у него вдруг складывается из всех этих знаний такая вот выжимка, методика о 12 волшебных квадратах, которые я сегодня с удовольствием с вами делюсь. В чем заключается эта методика? Во-первых, как я уже сказала, мы рисуем медитативно, беспредметно, и вообще все его творчество как художника, оно как раз заключается в беспредметности, потому что именно какими-то формами, элементами, геометрических фигур или точками и так далее мы можем выразить энергию, то есть если спросить любого экстрасенса, как выглядит энергия, он как раз скажет, что энергия, она очень геометрична, то есть она содержит какие-то формы, и Бахтебек Кутамбаев, он как раз нас соединяет с этой информацией, которая идет из космоса, из пространства, то есть все его картины, они шедевральны, и они действительно излечены, то есть это уже зафиксировано в НЕСКО, подтверждено на международном уровне, поскольку его картины и вообще сам метод исцеляет людей, и самый яркий тому пример это Ерлан Сапробаев, его ученик, который болел в тяжелой стадии зависимости, то есть он был наркоманом и пришел, будучи уже человеком глубоко обреченным в Бахтебек Кутамбаеву, познакомився с этим методом, полностью исцелился и исцелил свою семью, там отец тяжело болел раком, то есть этот результат был зафиксирован в НЕСКО, и дальше методика получила свое распространение по миру, то есть сейчас слушатели могут уже начать себя исцелять и вообще просто получить удовольствие, то есть потому что этот метод абсолютно безопасен и экологичен, то есть не бойтесь взять сейчас прямо в руки ручки гелевые, или если у вас нет под рукой гелевых ручек, то что угодно, карандаш, конечно эффективность заключается в том, чтобы рисовать гелевыми ручками, сейчас объясню почему, то есть оказывается... А можно я еще вопрос, вот у меня пока вы рассказывали, то есть вот геометрические формы, то есть это близко очень к сакральной геометрии, к знанию Вселенной, и вот я когда смотрела на картины Бахтебека Толкомбаева, у меня сразу первая ассоциация это мандала, да, потому что мандала это собственно божественное искусство, оно более может быть яркое, да, менее такое вот, ну потому что мандала, конечно, в ней не заключено много знания очень, но тем не менее мандалы существуют разные, и поэтому это очень больше всего похоже, я права, вот как у меня, мое ощущение абсолютно совпадает с тем, что есть. Да, вы совершенно правы, потому что мандалы это и есть душа и раскрытие души, а раскрытие души происходит, когда мы соприкасаемся с центром, и все мандалы, они идут из центра, то есть мы есть точка создателя, и вот когда мы раскрываем свою душу навстречу этому миру, да, мы становимся едины и с создателем, и с этим миром, и действительно метод несет в себе основу из 12 мандал, то есть 12 квадратов 7 на 7 сантиметров, это и есть эти мандалы раскрывающиеся, но тут еще и используется принцип 12 слоев ДНК, которые у нас есть, да, то есть мы рисуя в этих квадратах, оказывается, раскрываем еще и свою глубинную суть, свой код предназначения и получаем информацию о том, что идет нам, какие сокровища нам принадлежат по данной нам породу отца, матери или собственные таланты, да, этот метод именно интересен своей многогранностью и такой полнотой содержания. И вот как раз в принципе сакральной геометрии Бортиберг Камбаев изучал самостоятельно, будучи еще студентом, его очень интересовало золотое сечение и вообще Леонардо да Винчи как основоположник этих знаний. И когда глубже он соприкоснулся с этими знаниями, он обнаружил, что вся информация содержится в нас в 12 слоях. Именно 12 квадратов мы как раз называем матрицей. То есть он назвал это матрицей, которую мы, рисуя последовательно, открываем слой за слоем как бы. И мне очень нравится такая красивая метафора, которую он употребляет при этом, что когда мы рисуем в квадратах, мы как бы счищаем воск с медовых сот. Если вы представляете, да, вот соты медовые. То есть мы рисуем и счищаем воск, и в свою жизнь мы приглашаем мед. То есть вот в нашу жизнь бьется мед из этих сот, и мы получаем те возможности и ту информацию, которая там содержится. Я прошу прощения, я всегда спрашиваю своих гостей, потому что ко мне очень люди интересные приходят. И на самом деле их духовная практика, да, духовный путь, он образуется не сразу, да. Вот как бизнесмен, я знаю, что вы успешный бизнесмен, у вас есть своя компания. Пришли в арт-терапию сама. Это действительно необычно, поскольку я в свои 30 лет была уверена, что у меня жизнь сложилась, и, в общем-то, сейчас только вперед и вверх. Но наступил период, когда я поняла, что лестница, по которой я карабкалась, была представлена немножко не в той стене. Вот так. И дело в том, что действительно большинство наших потребностей навязаны социумом. А то, например, у меня получилось так, что я думала, что на самом деле счастье заключается в том, чтобы создать семью, родить детей, что я и сделала. То есть у меня двое детей, сын и дочь. У меня счастливая семья и, в общем-то, бизнес, да, который приносит мне радость и удовольствие, поскольку это дело всей моей жизни, любимое дело. С пяти лет, собственно, я люблю организовывать проекты, начиная во дворе веселить бабушек у своего подъезда и организовывать им регулярные концерты. Я поняла, что мне это очень нравится, и в дальнейшем выбрала путь режиссера, организатора, создав свою праздничную компанию. Но действительно в этой жизни чего-то мне не хватало. И поняла я это спустя, когда мне исполнилось 30 лет, я начала искать, что же мне не хватает. И оказывается, вот, мне не хватает именно вот этих красок, этой яркости и этого чувства счастья. Это во-первых. У человека, который праздники организует, да, не хватает красок. Отлично. На самом деле я... Так тоже бывает. Да, очень любила рисовать в детстве. Я думала, что стану и художником, и тем, кто организовывает праздники. И я буду менять жизнь людей. Я хотела волшебную палочку. И то есть здесь я увидела все. То есть сейчас я организую арт-экспедиции, как организатор, да. Но в то же время я общаюсь с людьми, я выступаю, как мне нравилось в детстве. И я меняю жизнь людей. Действительно, в моих руках волшебная палочка, которую я передаю людям. Они рисуют, и их жизнь расцветает и меняется. Это действительно так. И да, мне стало действительно, во-первых, самой радостней. В самой мне стало как-то ярче жить. Я поняла, что закрывая себе в детстве вот эту радость, думая, да, зачем я рисую? Я же стану режиссером, а не художником. То есть запретив себе, можно сказать, это, я себе закрыла целый план, целый огромный мир, сотканный из яркости, из творчества. Но, во-вторых, я обнаружила, что здесь еще идет очень эффективная духовная работа, поскольку я видела вокруг себя друзей. У меня есть подруги психотерапевты, подруги с дипломами психологов, да, которые не могут сами себе помочь. Это действительно так. Это вообще большая проблема, на самом деле. Мы очень часто, мы можем помочь другим, а себя сами исцелить не можем. И мы, ну, это известная русская поговорка, да, в чужом глазу заметишь соломинку, а в своем бревно не замечаешь. И она, конечно, имеет такой немножко негативный смысл, с одной стороны, но мы можем ее транслировать на наше психологическое состояние, потому что мы не всегда в состоянии действительно определить свою собственную проблему. Или мы можем определить, но мы не знаем, что с этим делать. И вообще, конечно, таких методик, когда мы можем себе сами помочь, их не так много. Потому что, как правило, мы все равно должны прибегать к чьей-то помощи. Да, и духовный вот этот путь, и духовное искание, как же помочь себе избавляться от каких-то проблем, привел меня в Индию, где я узнала о том, что нами управляет бессознательно. И проработать, то есть лишиться какой-то повторяющейся проблемы, можно только встретиться с ней, встретившись с ней. То есть пока мы бегаем от тигра, тигр хочет нас съесть. Но когда мы начинаем смотреть ему в глаза, оказывается, что он хотел с нами просто поиграть. И в этом и заключается метод. То есть когда мы... Ну нет, во-первых, нас вообще не научили справляться со своими эмоциями. Нас в детстве не учили, как преодолеть обиду, как избавиться от чувства вины. А это самые разрушающие нас эмоции. И арт-терапия, она как раз работает так, чтобы нам это все вырисовать, выписать, излить и очиститься. Мы все живем в 21 веке и прекрасно знаем, как нам чистить зубы, например, избавиться от хлама, следить за гигиеной и так далее. Но мы не знаем, как избавляться от базового эмоционального мусора. А это очень важно. Как избавлять своих детей от этих переживаний, от стресса, от накопившихся эмоций. Это действительно просто бич нашего времени, поскольку дети уходят, ну, дети, например, уходят в компьютеры взрослые, уходят куда-то в алкоголь или еще, не дай бог, куда. Но очень все просто и ярко можно разрешить. То есть просто начать рисовать, позволить себе выразить. Так, ну, хорошо. Я уже готова позволить себе рисовать, да, но вот я, скажем, ну, последние, ну, со мной там другая история, да, допустим. Но, тем не менее, вот, скажем, наш рядовой радиослушатель, он никогда не рисовал. А, и, ну, давно рисовал. Или, скажем, вот именно я имею в виду во взрослой жизни. Да, но он-то не сталкивался. С чего мы начинаем, да? И, во-первых, вот этот вот страх, да, что ты, ну, я же не умею, я же не могу, да, почему, ну, а как это вообще получится, да, будет какая-то каляка-маляка, да. То есть, не, я понимаю, конечно, как человек, который занимается психологией, я прекрасно понимаю, что в первую очередь мы делаем это для себя, и тут не должно быть никаких оценок. Как сделаем, так сделаем, это нормально. Вот, но, тем не менее, вот как это так, сел и рисовать начал? Да, очень резонный вопрос. Поскольку этот вопрос вообще задалёт все взрослые, которые приходят ко мне на курс и начинают впервые рисовать. Потому что в нас просыпается как раз этот вот оценщик, внутренний критик, да, когда вспоминаются те реакции, полученные в детстве, что, например, рисуй именно так, как Вася, да, там, как видите, уточка должна быть вот такой. Или рисуем все сегодня базу цветами. И человек, он, не получив задание, он не понимает, что ему рисовать, как, как рисовать, зачем. Вот, и мозг начинает немножко сходить с ума, потому что наш ум так устроен, чтобы постоянно быть занятым. И для этого я как раз рассказываю про Бахтибека Телькомбаева, про его метод. И говорю, вот сейчас вы берёте ту ручку, которая вам нравится, тот цвет, который вам нравится. И у этого метода нет никаких ограничений, нет плохих цветов, нет неправильных линий. Вы творец своей жизни, и вы имеете право чёркать в этих квадратах, вы имеете право там цыкать ручкой бумагу, вы имеете право делать всё, что вам захочется. То есть, станьте просто свободными. Просто возьмите и начните рисовать. И люди, удивляясь, начинают делать робкие такие штрихи, какие-то линии. И затем у них просыпается вот этот истинный творец, и на каком-нибудь рисунке, седьмом, десятом, у каждого это происходит по-своему, у каждого своя скорость, выливается в такое потрясающее искусство, которое в «Венгелькомбайне» называют это «мировой уровень». И есть такие примеры, и их масса. Но самое классное, самое лучшее в этом методе то, что у него два пути. Либо вы станете художником мирового уровня, вы действительно выплеснете это творчество и свой талант проявите в полной его красоте и огранке, либо вы станете просто счастливым и найдете свой путь. Действительно, сейчас очень много психологов, которые подтверждают, что если ты не знаешь, что делать, начни рисовать. Если ты не знаешь, как жить дальше, что вообще-то, насколько просто в тупике, начни рисовать. Это не случайно, потому что наши руки, они связаны с мозгом. То есть мелкая моторика, развивая ее, мы знаем, что развивается интеллект. И точно так же, просто позволяя себе рисовать, мы очищаем свой мозг, мы нейронные связи высвобождаем и даем им право соединиться с тем «хочу», которое есть внутри. То есть мы хотим чего-то, но мы узнаем, как этого достичь. И рисуя наш мозг, он соединяет несоединимые. То есть и в пространстве начинают тягиваться именно к твоему «хочу» те события, те люди, те ситуации, которые тебе нужны. И вот поэтому и происходят такие чудеса, когда человек говорит, я даже не знал, как это получится, как это вообще возможно. И если бы мне сказали, каким способом это произойдет, я бы как-то не поверила. То есть и таких примеров у меня, например, масса действительно чудес, которые происходят с людьми, которые рисуют на свой запрос и получают результат. Не, ну даже в том, что вы рассказываете, уже видна психотерапия, да, очевидно, потому что мы себе просто разрешаем что-то, что давно. Мы снимаем внутренние запреты. Причем, ну, как бы очень многие люди, у них существует мнение, что внутренний, то есть запрет это, ну, некое социальное действие, да, которое мы там совершаем, да, вот мы должны определенным образом в социуме себя вести. На самом деле мы все состоим из ограничений, которые на нас наложила та же самая школа, родители, да, делай так, делай сяк. И, естественно, даже в бессознательном возрасте, когда детки маленькие, когда они только обучаются просто навыкам социального поведения, уже определенные барьеры, определенные преграды в них закладываются, и мы это, безусловно, не можем вспомнить, да, потому что, ну, когда дети не знают, как себя вести, они должны получать определенные уроки, и это нормально, поэтому в нас даже в самых счастливых людях и даже в самых раскрепощенных существуют эти внутренние преграды. И получается, что вот арт-терапия, она как раз дает этот ключ для того, чтобы разрешить себе быть таким, как я есть, то есть найти свое истинное я. Да, совершенно. Да, и, ну, собственно, давайте к методу, наверное, перейдем. Что такое? Ну, мы нарисовали, да, квадратики на листе в клеточку, да, наверное, в первую. Начинаем с этого, да, потому что я думаю, что сразу вот такие картины, которые вы показываете, и которые можно посмотреть, вот, ну, картины самого мастера, в интернете много изображений, это, конечно, безусловно, шедевр, и можно смотреть часами, как на любую мандалу, очень красивые, очень яркие краски, невероятно такие притягательные. Конечно, современные технологии дают удивительную свободу, именно вот эти гелевые ручки, такие вот какие-то фантасмагорические сочетания, это невероятно, да, каждый сам становится просто, не знаю, Сальвадором Дали, да, своего бессознательного. Вот, ну, вот мы расчертили 12 квадратов, что дальше? То есть мы начинаем, почему, как бы они, вот эти 12 слоёв ДНК, есть ли какие-то, то есть вот что каждый квадрат означает, какой это уровень, что у нас там происходит? Рисуя именно в 12 квадратах определенные последовательности, я сейчас поясню, потому что сейчас только, я вижу, да, потом кто захочет, может посмотреть в записи, то есть Катя сейчас нам показывает страничку, где она расчерчена на 12 квадратов, строго геометрического размера, 7 сантиметров сторона квадрата, 3 в ширину, 4 в длину, такая матрица получается, 3 на 4. Да, да, совершенно верно, слух тоже легко воспринимается, 21 сантиметр нужно начертить, по горизонтали, по горизонтали 21 сантиметр и 28 по вертикали. Ну, то есть, а 4 фактически листочка. Да, и у нас получится 7 на 7, 12 квадратиков, 3 столбика и 4 строчки. И мы начинаем рисовать, начиная с верхнего первого квадрата по столбикам. Почему именно по столбикам? Потому что энергия к нам идет сверху вниз от творца, то есть от создателя. И мы, прорисовывая таким образом сверху вниз свои квадраты матрицы, получаем эту энергию на рисовании. Вот и все. То есть, вся строгость метода заключается только в этом, чтобы рисовать последовательно сверху вниз. Но если вам вдруг захотелось нарисовать где-то посредине сначала, то это тоже не случайно. И это все можно интерпретировать и расшифровывать. Это должен быть орнамент какой-то или что? Вот техника. Или, ну, как бы, вот, опять же, наш ум сразу начинает себе давать, во-первых, подсказки, да? И, ну, особенно если человек никогда не сталкивался, да, у него, естественно, возникнет ряд вопросов. Ну, я не знаю, цветок нарисовать, орнамент, животное, какая-то... Сначала действительно люди рисуют просто, что им в голову придет, и что они хотят, что они привыкли. И это нормально абсолютно, потому что в квадратах сначала такое царит некое, ну, скажем так, много белого пространства, такая некая пустота царит. То есть первые рисунки, они у нас действительно достаточно рыхлые такие получаются. А затем нам хочется их уже делать плотнее. Рисунок уплотняется постепенно, да? Появляются уже варианты в голове, такие образы появляются, которые хочется выразить, быстрее нарисовать. То есть по мере рисования расширяется мышление художественное. Человек начинает замечать красоту везде-везде, где бы он ни находился. И просыпается вот это свободное художественное творчество, когда в каждом кустике в детстве мы видели какой-то образ, в каждом облачке и так далее, да? Вот это творчество в нас вырывается. Мы везде видим красоту, красоту этого мира. И дальше наши квадраты начинают сливаться. Но это тоже происходит не сразу, это на определенном этапе. Они сливаются в картину в целом. И это уже означает, что вы подошли к картине. То есть готовы. Когда мы из этих квадратов, у нас вдруг создается единое целое пространство. То есть как бы все равно изначально в основе лежит вот эта та самая матрица 3 на 4, да? А потом вдруг раз, и картина получилась в какой-то момент, да? А как часто надо практиковать? Ну, опять же, нехорошее... Мне кажется, в данном случае надо не подходит, да? Но с другой стороны, понимаете, какая бывает ситуация? Сейчас так много информации у нас в нашем современном мире, что мы что-то попробовали, забыли, да? И мы на самом деле можем не прочувствовать методику. Поэтому иногда на начальном этапе нам нужна вот эта вот рутина, нам нужно расписание. Допустим, делать это каждый день. Или, допустим, делать раз в 3 дня. Или раз в неделю. Какая периодичность рекомендована, да? Чтобы все-таки вот именно включилось вот это удивительное ощущение пространства и нашего сознания. Да, надо рисовать каждый день. А что я не замечаю? Да. Так говорит наш учитель, вот, Григорий Гомбаев. Он говорит, что дисциплина, прежде всего, и хотя бы по квадратику в день рисуйте. Но я тоже знаю... Обязательно все 12 сразу зарисовывать, да? Да, он говорит, хотя бы один квадратик. Вот в материке 12 квадратик, хотя бы один квадратик в день. И в этом заключается его хитрость. Потому что, нарисовав один квадратик, рука дальше идет, ты рисуешь... Да, да, да. Ты не останавливаешься, ты уже не можешь остановиться, и потому твоя работа идет быстрее и эффективнее, естественно. Потому что он говорит, что нарисовал 99 листов, да, именно матриц, человек переходит на новый уровень сознания, и человек становится как бы счастливым и днем, и ночью. Он говорит, что человек не ему сможет причинить никому вреда и становится как святым, святым и летает по земле. Но вообще, Бахтебек Кликомбаев, он еще и поэт, и у него очень красивые метафоры есть в сравнении и стихи, которые он читает. Все чувствуют, все слушающие их чувствуют такую вешенную энергетику, которая прямо выравнивает поля, что-то делает с нами, такое энергетически хорошее, потому что все мы очищаемся и избавляемся от этих ненужных нам эмоций. А вот уже когда я смотрю ваши картины, это тоже все гелевыми ручками сделано, либо это уже какие-то, уже следующий этап краски используется или нет? Да, следующий этап – это когда у нас рисунок сливается, и действительно весь эмоциональный мусор, он прочищен, то есть человек становится свободным, и у него идет настоящее творчество. Вот тогда он готов к картине. И для этого существует следующий шаг, метод, курс, энергетическая картина. Там уже царят немножко другие законы. В основе лежит тоже принцип золотого сечения, принцип суперсимметрии, который передает нам мастер. Но тут еще и работает энергия, то есть каждый цвет означает энергию, означает определенную информацию, и здесь работает сакральная геометрия. То есть каждый символ, объект, он имеет назначение, собственную энергию, расшифровку, да. И, например, если мы рисуем путеводную звезду, как говорит Бахтебек, это восьмиконечная звезда, то у нас раскрывается наш путь, наше истинное предназначение. Если мы рисуем шар, то мы, наоборот, хотим соединить себя, все, например, сферы жизни в гармонию привести, да, воедино. Если мы рисуем треугольник, это у нас вера, надежда, любовь, но направление треугольника, оно указывает течение энергии. То есть это тоже очень интересно, и вся символика, использованная в картине, она служит на воплощение, на реализацию желания, выдуманного человека. И я рассказываю, как вдохнуть свое желание в картине, как использовать правильно цвета, краски, как делать так, чтобы картина ожила, и стала работать, стала действительно энергетичной. Вы, наверное, заметили, что в картинах Бахтебек очень много точек. Да, вот это тоже, да, такой пундализм присутствует, я заметила, очень интересно. Расскажете, почему? Да, много точек, много точек, потому что точка, он говорит, это источник, это источник, мы произошли, и создатель, это источенный, или совершенный, в переводе с суфийского языка, который является основой для арабского, сейчас уже арабский, тогда с суфий передавали эти знания, эти истинные знания, которые сейчас, в 21 веке, в веке информации, стали нам открыты и доступны. И вот он говорит, что точка – это иглотерапия. То есть, когда мы работаем точечно, не ставим точки, то мы высвобождаем колоссальный поток энергии из этого места. А к нам идет энергия создателя, энергия космоса, ну, кто как вообще называет, кто как чувствует Бога, Вселенную, высшую мудрость. И в каждой картине у нас тоже заложен этот принцип, то есть, мы последние действия, которые делаем, когда картина нарисована, мы ставим точки, ставим точки там, где нужно, где нам это важно, в тех местах где-то наиболее значимое. Очень интересно. То есть, каждый, а как мы можем расшифровать вот эти вот картины? Потому что я вот тоже прочитала такое мнение, что, в принципе, ну, есть известные методики, да, в психотерапии, когда психотерапевт дает человеку нарисовать какую-то картину, а потом он каким-то образом ее интерпретирует. Ну, или там, детские рисунки, да, каким-то образом интерпретируется, там, вот, ребенок, потому что свои предсознательные какие-то проблемы, он может выразить на рисунке. Но я узнала, что вот именно в арт-терапии мы сами анализируем свою картину, да, то есть, именно задача в том, чтобы не нам помогали, а как вот мы можем понять, что вот это вот означает то, а это не то. Вот, и как вообще, потому что я, вот, например, теряюсь, да, вот как без помощи можно понять, или это уже настолько, когда ты практикуешь, что это все так включается, что ты уже все приходит как бы на уровне яснознания. Ну, яснознание, это, конечно, здорово, но не все этим обладают, да? Да, вот я тоже, я просто, что это понятие доступно. Ну, а здесь действуют просто законы, законы, опять же, сакральной геометрии, да? И, по-моему, я передал нам эти знания. Я даю на лекции как раз расшифровки всех-всех объектов, которые могут быть, как всех геометрических фигур, знаков и символов. И человек, используя их, начинает сам уже чувствовать и впоследствии уже понимает, что ему хочется нарисовать, что ему добавить. Но сначала, конечно, от ума ты просто добавляешь, ты хочешь, например, раскрытие своего пути, ты добавляешь ту же звезду и в центр помещаешь ее, и действительно все складывается в свою пользу, ты понимаешь, что это работает и начинаешь уже дальше экспериментировать, пробовать самому изобретать собственное уже творчество, собственную энергию привносить в каждую картину. И, конечно, наверное, наибольший, такой наивысший пилотаж это когда человек уже творит в состоянии медитации, именно картины создает. У него есть такие ученики нашего уважаемого мастера, которые без эскиза просто берут краски, кисти и творят. Творят потрясающие полотна, которые вдохновляют других людей, излечивают их и так далее. А то есть эскиз все-таки, когда краской рисуешь, эскиз бывает, да? То есть все-таки создается какой-то эскиз. Здесь мы от художественной такой практики, которая академическая, да, мы не уходим? Или уходим? Да, мы от академической, конечно, уходим, потому что здесь абсолютная беспредметность, да, и нам не нужно сделать предмет объемным, или там тень правильно положить на него. Но здесь люди творят впервые, то есть они впервые берут в руки краски, кисти естественные, нужно сначала наметить карандашом этот эскиз и сотворить, то есть создать гармонию своей картины, представить, какие у него там будут объекты и начать пробовать. В этом нет ничего страшного. Страшно только начать, а затем уже раскрываются такие, такое желание, такие возможности, которые сам человек не ожидает. Катенька, я вот заметила, у вас такие альбомы, да, и вот эти вот матрицы, они собраны в альбомы, мы их вообще храним, да? То есть вот как вы советуете своим ученикам, своим студентам сохранять? Сохранять, ну, я понимаю, я, например, сразу бы, я бы точно сохраняла, чтобы увидеть вообще свой прогресс, потому что это дает возможность понять, как ты развиваешься, да? Но есть в этом какая-то еще практическая польза, да, в том, что мы сохраняем эти рисунки, мы их как-то анализируем потом, или что вообще с ними происходит? Да, да, совершенно верно. Вы все прямо угадываете, Анастасия, как человек мудрый, чувствуется, что вы вникаете в каждый вопрос. Я уже просто прям жалею, что у меня с собой тут под рукой ручки нету гелевой, я бы уже где-нибудь пришла рисовать, если честно. То есть вы настолько меня вдохновили сейчас, я прям хочу попробовать. Вот. И листочек должен быть в клеточку, или можно просто обычный лист расчертить, или клетки нам все-таки помогают на первом этапе, чтобы вот, ну, как бы, такую дайву. Да, совершенно верно. Клетки помогают, очень помогают на первом этапе именно сфокусироваться на центре, отсчитать равное количество, если хочется вот этой симметрии, геометрии, если хочется орнаментального чего-то, да. То есть у нас вообще в каждом народе глубокий пласт истории есть, да, когда орнаментальное творчество, которое несли наши предки, оно как раз несло основу вот этой вот сакральной геометрии, то есть оно было настолько гармоничным и симметричным, что ты понимаешь, почему оно так работает, почему от него идет такое тепло. То есть там как раз и заложено в орнаментальном творчестве послание наших предков, да. И как раз вот докторед говорит, что в клеточку, конечно, эффективнее работать, начинать в клеточку, но можно сделать, как у меня было. То есть у меня не было под рукой виска, когда я познакомилась с этим методом, именно в клетку, не было дерево-крульчик, и обычный альбомный виск я использовала, и был этот первый мой рисунок. Но сейчас рисунки углубились, свелись, и, естественно, они уже не такие, и они уже такие, ну, мне кажется, уже интересные. И вот мне очень нравится рисунок однотонным цветом, монотипией, да, я рисую, например, одним цветом на всем полотне. Уже без разметки, да, уже без всякой матрицы предварительной. Уже на предварительной матрице не нужна, но потом я снова возвращаюсь в матрицу, в квадраты. Но самое, наверное, хорошее в этом то, что когда ты работаешь с людьми и передаёшь этот метод людям, ты открываешь свои собственные способы взаимодействия с этим методом. То есть я уже, например, на основе метода Дахтебека Тарикамбаева сейчас эффективно использую метод, который назвала узор отношений. Потому что вот эти три наших столбика, они означают прошлое, настоящее и будущее. И используя эти знания, я как раз помогаю проработать людям какие-то прошлые отношения с деньгами, с любимыми, с бывшими партнёрами, да. Ну, то есть любые отношения. Ну, вот это для меня вообще удивительно, потому что я думала, что мы просто сами там, ну, как бы разбираемся, да. Ну, хотя действительно это всё взаимосвязано, тут от этого не уйдёшь. Я как человек, занимающийся астрологией, я понимаю, что здесь в этом настолько глубокий внутренний духовный смысл, что действительно, когда ты понимаешь прелесть метода, да, какого-то, то ты не можешь, во-первых, показатель первый, да, ты не можешь этим не заниматься, а во-вторых, у тебя существует... То есть сразу возникает потребность делиться, потому что нужно сразу всем рассказать, нужно сразу поделиться, или вообще вот начать кого-то обучать, даже пусть самым-самым азам, которые только тебе приоткрылись, потому что это действительно истинное божественное знание, которое мы получаем, потому что только божественным знаниям нам хочется по-настоящему делиться. Не ради чего? Не ради материальной выгоды, не ради чего, а именно просто ради того, чтобы люди другие просто узнали, почувствовали вот эту же радость. Вот. И, ну, может быть, вы ещё нам какие-нибудь расскажете приёмы, секреты, чтобы нам, как бы, радиослушатели вот попробовали. Я очень хочу, чтобы все хотя бы первую страничку свою, первую матрицу зарисовали, да? Вы каждый день рисуете, Катечка? Я стараюсь, да. Ну, сейчас это на самом деле уже какая-то потребность, потому что, если я раньше рисовала, выставляла из себя первые листы, я понимала, что это надо, надо-надо попробовать, поработать, это интересно, а потом я уже, я уже поняла, что без этого жизнь неинтересна мне так. И я рисую, естественно, уже с удовольствием, рисую картины, и последняя моя картина, и без гордости скажу, исполнила заветное желание моей заказчицы, которая, поместив её у себя дома, на следующий день исполнила свою мечту. Я абсолютно уверена, что картина начала работать ещё тогда, когда я её начала только создавать. По тем законам, которые передал нам мастер, великий мастер, не побоюсь этого слова, да, Бахтибек Крикамбай, которому я бесконечно буду благодарна, не только за то, что он учит именно методу, да, не только за это, он ещё и открывает духовный канал, потому что ты начинаешь чувствовать Бога во всём, во всём, везде, во всех проявлениях, ты понимаешь, насколько каждый человек, это просто Бог, это целая вселенная, космос, и вы, как человек духовный, понимаете меня, человек, который занимается астрологией, тем более, да, и люди начинают это все чувствовать, абсолютно, абсолютно все. А у вас есть такой опыт? Вот вы наблюдали связь астрологии и вот этого вот, вот арт-терапии? Мне просто интересно, я не знаю, может быть, вы не сможете на мой вопрос ответить? Вот сейчас у меня, я просто прямо сразу, вот мы с вами беседуем, а у меня, ну, 12 квадратов, да, 12 знаков зодиака, то есть я сразу уже всё вписала, 12 знаков, я сразу всё уже разработала, просто как астрологические, да, как планеты могут стать, даже натальную карту можно нарисовать на самом деле, потому что, ведь это же как раз та самая матрица, только квадраты, ну, там разные есть способы изображения, допустим, если мы про Джоти же будем говорить, ведическую астрологию, да, то это уже 12 квадратов. Да, действительно, огромная мудрость заключена в цифре 12, это завершённый круг, это как бы конец, это полный цикл, то есть у нас 12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, 12 было апостолов и Христа, да, то есть это полное, полное завершённое действие, что и несёт этот метод, да, и учёные обнаружили, что у нас действительно 12 слоё ДНК, и 12 они делятся на 3, то есть это дух, душа и тело, это 3 субстанции, да, основные 3 энергии, и, конечно, 4 стихии здесь работают, то есть 4 у нас строчки, получается, здесь работают 4 стороны света, 4 стихии, и вот эта вселенская гормония, то есть 12 это завершённость, но когда человек начинает в ней работать, в этой матрице, он привносит как бы пятый элемент, свою энергию, энергию своего рода, своих ДНК клеток, и он меняет пространство, он меняет мир, и мы на самом деле рисуя, мы очищаем мир, мы ещё и великие создатели, творцы не просто своей жизни, то есть меняя себя, мы меняем свой мир, и становимся таким образом эффективными для этого мира, да, астрология мне самой очень интересна, Анастасия, я бы с удовольствием увлеклась, но вообще есть такое прямо у меня, скажем, способность, неспособность, я не знаю, что это, но действительно попадаю всегда в точку, говоря про человека, расшифровывая его рисунок, понимаю, что откуда-то эти знания во мне есть, и когда-то мне сказали, что нужно обязательно не меняться в астрологии, и нести эти знания, так что я думаю, ещё всё впереди у меня. Безусловно, конечно, да, безусловно всё впереди. Ещё один у меня вопрос возник, а вот с детьми вы работаете, и как дети вообще на этот метод реагируют, потому что вот у меня сын, он не любит рисовать, вот это удивительно, конечно, да, я думала, что все дети, у меня трое детей, и я думала, что все дети, да, он любит рисовать, это как бы такая очевидность, да, и вдруг у меня рождается ребёнок, который в какой-то момент говорит, не, мне не нравится, мне не интересно, вот, и для меня это было вообще полное откровение, и, естественно, возникает вопрос, а как детей вовлечь, потому что мне кажется, что очень, если мы сами начинаем, уже взрослые люди, мы обладать начинаем таким удивительным инструментом, то, конечно, хочется детей вовлечь, вот ваши дети, они как рисуют, не рисуют, и вообще вот работает ли эта методика с детьми? С детьми очень здорово проводить, потому что они единственные, кто не спрашивает, что рисовать и как рисовать, они просто берут и начинают рисовать, и им очень нравится как раз рисовать, беспредметно, потому что они просто счастливы нарисовать именно то, что нужно, и они рисуют истинное, они рисуют то, что взрослые потом называют настоящим каким-то прорывом, квантовой физикой, не знаю, чем там еще, но, например, моя дочь, начав рисовать, она нарисовала нейронную связь, и, оказывается, есть такой метод в арктерапии, нейрографика, то есть, ну, я не знала и тогда об этом, а она нарисовала интуитивно, она нарисовала кружочки, связанные между собой линиями, все, то есть, оказывается, это как раз гениальный способ привлечь в свою жизнь то, чего ты считаешь недосягаемым, что ты считаешь вообще просто невозможным, что это случится, а она вот просто бессознательно так нарисовала, и дети, они, конечно, сразу рисуют то, что у них есть, например, один ребенок, он может взять, махнуть кисть в черную краску, и зарисовать весь лист, и затем ему станет легко, он этот лист конкает и выбросит, и счастливый начнет рисовать желтые и красные цветочки, и это все здорово. И плохо, когда родители пугаются и говорят, ой, дай бог, черная краска, зачем он взял черную краску, ой, нет, давай мы с тобой нарисуем что-то другое, то есть, не дают ребенку высвободиться, ребенок, на самом деле, он сам знает, как себе помочь, и то, что ваш сын не рисует, это не значит, что он такой-то, не такой, он, может быть, очень любит конструировать, или лепить, и там выражает себя, то есть, может быть, он избавляется от этих стрессов другим способом, который ему более приятен, непонятен, да, и это действительно, я считаю, это каждому надо, каждому надо рисовать, особенно с детьми, я рекомендую рисовать перед сном по мокрому, то есть, мочить бумагу, это такой метод классической арт-терапии, когда по сырой бумаге ребенок вводит тем цветом, который ему приятен, который в данный момент ему хочется выбрать, то есть, он макает кисточку в этот цвет, и просто начинает смотреть, как цвет расползается по мокрой бумаге, образуя такие красивые пятна, и ребенок таким образом действительно избавляется от накопившегося эмоционального мусора, полученного за день, таким способом легко лечить даже нурез, то есть, дети, у которых снимается тревожность, они становятся счастливыми, они избавляются только запросто от всех этих психосоматических заболеваний, что очень-очень хорошо. А можно я еще вас попрошу, вот у нас пять минут буквально осталось, чтобы вы нас кратко по символам рассказали, да, вот когда мы, то есть, для людей, которые хотят сами сейчас попробовать, да, вот как я, например, и не имеют возможности сразу с вами проконсультироваться, я хочу напомнить, что на самом деле, Катерина дает уроки онлайн, и можно с ней провести занятия, да, она поможет и подскажет, вы можете легко найти ее в социальных сетях, и на Фейсбуке, и ВКонтакте, ВКонтакте есть страничка, да, по арт-терапии, по арт-классам, которые проводит Катя, но тем не менее, вот, ну, скажем, вот у меня прямо сейчас возникло, да, я что-то нарисовала, и такая сижу, думаю, а что же это такое было, вот, ну, какие-то вот именно такие намеки, такими широкими мазком, да, что мы можем увидеть в нашем рисунке. Да, если мы видим спирали, например, идущие в левом, либо в правом столбике, то это значит, что у вас идет эволюционное развитие, и если спираль закручивается вправо, то вы именно хотите быстрого прорыва в своей жизни, если она закручивается влево, то это значит, что вы наоборот раскрываете то, что у вас было заложено, когда-то возвращаетесь к старому, то есть прочищаете все это, освобождаетесь от нужного, и вспоминаете. Затем, если вы рисуете, например, черным цветом, гелевой ручкой, да, это ничего другого не значит, как мудрость, представляете, поэтому я призываю вас, не бояться никаких цветов рисовать, и даже если вы не знаете, что это означает, вы знаете, что работа идет, то есть работа, она просто потрясающим образом память проделывается, в процессе этого рисования, она действительно эффективна, вот, и даже ничего не зная, не расшифровывая, рисуя просто каждый день, вы уже себе помогаете, вы будете чувствовать это, люди чувствуют, как они очищаются физически, как их клетки очищаются, почему мы рисуем именно гелевыми ручками, потому что гелий по составу, он близок к жидкостям нашего организма, крови, плазмы, клинки, и рисуем именно гелевыми ручками, мы очень быстро помогаем очиститься своим клеткам, мы обновляемся, и почему именно женщинам я рекомендую это делать, потому что женщина хочет, любая, наверное, женщина, хочет быть молодой долго, правда, а как можно быть молодой в нашем современном мире, когда мы получаем столько много стресса, информации, разных проблем, и вот дети, почему они такие радостные, молодые, самые счастливые, потому что они меньше всего замусорены, и освобождая себя от этого негатива, негатива, и чего-то такого накопленного, женщина омолаживает себя, и мы действительно омолаживаем свои клетки, когда рисуем по данному методу. Спасибо огромное. Спасибо большое, Катя, очень вдохновляющая программа у нас получилась, я действительно, вы мне прямо открыли глаза, и у меня вот буквально, вот прямо аж руки чешутся, хочется попробовать, надеюсь, наши радиослушатели тоже так же воодушевлены, и попробуют обязательно этот удивительный метод, потому что я чувствую, что это реальный инструмент, который нам очень сильно может помочь в саморазвитии. Я хочу напомнить, что у нас в гостях была арт-терапевт Екатерина Куликова, и она нам рассказала об удивительном методе Бахтембека Тукамбаева 12 волшебных квадратов, вот, кстати, я так понимаю, что информации в интернете не так много по этому методу, это какая-то вот, это как только из рук в руки, да, передается в большей степени эта методика. Да, действительно, это так. Вот, и я благодарю Екатерину за очень интересную программу, как я уже сказала, вы можете обратиться к ней непосредственно за уроком по этому волшебной методике, и хочу приоткрыть немножко секрет, вот так вот получилось, я этого не загадывала, даже не предполагала, что так случится, но в следующий четверг у меня в гостях будет Наталья Звигельская, которая с нами как раз поговорит про сакральную геометрию, если вы, не знаю, вот такое чудо, я, честно сказать, не могла себе даже предположить, что такой порядок вещей у нас сложится, но тем не менее вот так. Катечка, я вас благодарю, спасибо большое, и я надеюсь, не последний раз мы с вами встречались, и может быть, мы еще найдем какую-то тему, о которой поговорим. С вами была Екатерина Куликова, Анастасия Хрущинская, и программа «Женская гостиная» на интернет-радио «Сангейт». Мы выходим в эфир по четвергам и вещаем 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами в эфирах нашего радио. Счастливо, дорогие друзья. До свидания. Всего доброго.